Приветствую вас, Дмитрий. Ситуация достаточно распространенная, связанная с тем, что женщина в процессе близости, в том числе интимной, привязывается к мужчине, даже если понимает, что у неё с ним ничего не будет, она всё равно привязывается, она всё равно испытывает определённую такую потребность, в нём начинает испытывать определённые потребности. Вот, привыкает к человеку и в итоге без него уже не может. Вот, ну, расширять или плохо мы говорить не будем, важно понимать один важный на мой взгляд момент, который я хотел бы сказать вам. Этот момент связан с тем, что если, если, ну вот она, как вы говорите, брыжет на вас слюной пеной, точнее пеной, вот, то это не совсем любовь. Все странные, да, это не совсем верно, все странные, это скорее, ну вот, в определённой степени это потребность в вас. Это именно вот нуждаемость, нуждаемость, что он называет вас. Вот. Вот. Это нескравленные вещи. И, вероятно, с вами она увидела возможность решения своих проблем, вот, которые у неё либо были, либо есть. И, поэтому она вас теперь так активно, вероятно, нуждается. Вот. Собственно, по этой причине она уже не может вас, ну, отпустить. То есть, по этой причине она не может позволить вам, ну, как бы, вот, ну, в какой-то степени, может быть, жить своей жизнью. Вот. Хотя, изначально она, она знала, ну что, сила я её. Вот. Я была в курсе, что вы, жена, у вас дети, и вы не собираетесь, как бы, уходить от своей жизни. Вот. По сути, она знала, что с вами, ну, вот, серьёзных, серьёзных отношений не будет. Но, теперь она, как бы, в этом нуждается. Вот. Поэтому, к сожалению, на данный момент уже ничего не поделать. Вот. И, если, вот, здесь, вот, ключевой, ну, ключевой момент, в том, что вы можете испытывать чувство вины перед, допустим, знею. Вы можете испытывать чувство вины. Это, вот, большая проблема, потому что чувство вины вам, ну, на пользу не пойдёт. Вот, никак. Слово, совсем. Вот. И, важно, вот, именно от чувства вины всё-таки освобождаться, да? То есть, либо вам такие отношения не подходят, например, когда, ну, женщина со временем начинает демонстрировать какие-то, вот, собственнические моменты. Например, либо вы выбираете определённый типаж женщин, которые не будут как-то вот себя, себя вести подобным образом, таким образом, каким, ну, ведёт себя вот эта девочка. Либо вообще не вступать вы в подобные связи, потому что, ну, здесь застрахованным быть, к сожалению, просто не, просто не получится. К сожалению, опять же, к большому сожалению, вы могли бы, если у вас есть такое желание, вы могли бы гармонизировать. Свои отношения с женой, чтобы не испытывать потребности в том, чтобы изменять. Вот, вы могли бы гармонизировать. Но это только при том условии, если вы этого хотите. То есть, если такого желания у вас нет, то, вероятно, и не стоит тогда это делать. Довольно примечательным мне кажется тот факт, что вы пытаетесь понять ее. То есть, вы пытаетесь понять, почему она так поступила. Вы не хотите разобраться, например, в себе. Хотите понять ее. Ну, на мой взгляд, эта позиция немножечко не в ту сторону. Потому что вам ничего не даст понимание, если только вы не преследуете какие-то свои цели. То есть, если вы, например, не преследуете, там, не знаю, цели, ну, к примеру, быть с ней. Вот, если вы не преследуете эту цель, вот, то не имеется никакого значения, чем продиктованное ее действие. И почему она так поступила. Разница в восприятии одного и того же, в общем-то, в общем-то, наиболее частая причина того, что люди расстаются. Это наиболее частая причина того, что люди как-то вот становятся не вместе, вот. Это наиболее частая проблема. Поэтому, ну, вообще у людей есть разница в восприятии. И кажется, ну, представляется, что это абсолютно нормально. Подобная разница в восприятии существует. Вот. Поэтому, тут удивляться, на мой взгляд, не нужно. Другой вопрос, чтобы решить вам, с чего хотите вы и как дальше вы будете поступать. Вот это вот уже, на мой взгляд, куда более важная история, куда более важный такой момент. Вот. Потому что, если вы для себя на этот момент не будете обращать внимания, вот, то, в общем-то, очень легко. Можно угодить в различные виды зависимости, вот, в различные виды, так сказать, навязчивости и в различные виды, в принципе, рэкетных каких-то чувств, переживаний и эмоций. Чего я для вас лично, лично, естественно, не желаю. Желаю вам всего самого-самого доброго. Удачи вам. Я надеюсь, что ситуация разрешится. Было. Продолжение следует. Продолжение следует.